Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного куриного рулета с невероятно вкусной начинкой. Все, кто попробовал этот рулет по моему рецепту, всегда были в восхищении. Чтобы узнать рецепт, смотрите видео дальше. Желаю вам приятного просмотра! Для начала приготовления я беру 4 крупных болгарских перца, любого цвета. Далее беру форму для запекания. Выкладываю на нее фольгу. Кладу сюда перцы, они уже вымыты, чистые. Перцы смазываю каждый растительным маслом. И отправляю в духовку, разогретую до 230 градусов на полчаса. По истечении времени я достаю перцы из духовки. Духовку не выключаю, она мне еще понадобится. Уменьшаю ее до 180 градусов и оставляю. А перцы, используя прихватки, заворачиваю в фольгу, чтобы они оставались в тепле некоторое время. Это поможет потом снять с них кожуру. Можете переложить или в пакет даже, или в кастрюлю и накрыть. Не оставляю на некоторое время. Ну так, примерно на минут 5 или 10. Пока остывают перцы, я буду готовить начинку. Беру стакан для блендера. Кладу в него 200 грамм брынзы. Туда же добавляю ложку столовую йогурта. И пробиваю все погруженным блендером до однородной консистенции. Перекладываю взбитую брынзу с йогуртом в миску глубокую. Натираю сюда на мелкой терке один крупный зубчик чеснока. Также натираю на мелкой терке цедру лимона. Лимон у меня очень маленький. Начинку также добавляю 30 грамм нарезанной кинзы. И перемешиваю ее. Соль добавлять не нужно, так как брынза достаточно соленая. Достаю теперь перец из кастрюли. И очищаю его от кожуры, хвостика и семян. Отчищенный перец разрезаю вдоль с одной стороны. Удаляю перегородки и оставшиеся семена. Перекладываю пока перец очищенную на тарелку в сторону и поступаю так со всеми перцами. После того, как очистил все перцы от семян, я теперь в каждый перец заворачиваю свою начинку из брынзы. И начинку надо распределить на 4 перца. Делать это все аккуратно, не спешить. Края подворачивать не нужно. Перцы держат хорошо форму, потому что их скрепляет начинка. Перекладываю пока рулеты на тарелку. И они будут ждать своей очереди в дальнейшем приготовлении. Начинки у меня немного осталось, так как у меня было 250 грамм брынзы. Далее беру 4 филе бедра. Зачищаю их от вот этих вот ниток, от жилок. Филе бедра желательно брать крупного размера, потому что в них потом надо заворачивать целый болгарский перец начинкой. Также если есть жир на бедрах, тоже его нужно удалять. Или какие-нибудь перья. Зачищенное бедро раскладываю на большой доске. Накрываю пищевой пленкой. И сильно отбиваю каждое бедро. Каждый рулет я посыпаю солью, черным молотым перцем и приправой для курицы. Специи размазываю по всему бедру. И теперь в каждое бедро я заворачиваю рулет с начинкой из брынзы. Подворачиваю края. И заворачиваю в рулет. Получается такой пухленький большой рулетик. Так поступаю со всеми бедрами. Беру полоски бекона. И заворачиваю рулет в две полоски бекона. Беру форму глубокую для запекания. Смазываю ее растительным маслом. И выкладываю рулеты в эту форму для запекания. И отправляю теперь готовиться в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. По истечении времени я достаю рулеты. Запекались они у меня не 40 и 50 минут. Так как когда я их вытащил, у них поверхность была бледная. И я ее смазал растительным маслом перемешку с паприкой. Чтобы цвет красивый сверху был. Вы также можете сделать, если у вас духовка не гриль. То есть сверху, если она не запекает, только снизу. То можете смазать тоже сверху за 10 минут до готовности растительным маслом перемешку с паприкой. Или даже можете смазать майонезом перемешку с томатной пастой. Или майонезом перемешку с кетчупом. И получится красивая поверхность и корочка. В итоге вот такая вот красота и вкуснота получилась у меня. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Благодарю всех за просмотр этого видео до конца. Кому понравилось это видео, поставьте палец вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok